Всем привет! Смотрите как сбросить пароль для входа в систему на Mac. Что делать, если вы забыли свой пароль или просто хотите его изменить? Вероятно, у каждого пользователя возникала проблема с входом в систему. Включив Mac, вам не удается получить доступ к файлам, вследствие того, что пароль для входа был утерян или забыт. В таких случаях в Apple предусмотрели множество различных способов сброса пароля. И повторного входа в macOS. Далее в видео мы рассмотрим несколько вариантов, как сбросить пароль для входа в систему и получить доступ к файлам на Mac. Первый способ получить доступ к компьютеру при помощи Apple ID. Если вы сделали привязку устройства к Apple ID, вы сможете войти в систему с его помощью. Для входа с помощью Apple ID на экране входа введите пароль несколько раз. Этот способ будет доступен, если в настройках включена опция сброса пароля с помощью Apple ID. Если данная опция отключена, таким образом сбросить пароль не получится. Итак, вводим неправильный пароль несколько раз, пока на экране не появится надпись, что пароль можно сбросить с помощью Apple ID. Нажмите по кнопке сбросить. Затем введите свой Apple ID и пароль. А затем сбросить пароль. В результате вы увидите уведомление о том, что если изменить пароль для данной учетной записи, будет создана новая связка ключей для хранения паролей пользователя. В результате вы потеряете все сохраненные пароли, которые хранятся в старой связке. Для подтверждения нажмите ОК. После Mac перезагрузится и на экране вы видите окно ассистента восстановления. Сброс пароля. Введите новый пароль, еще раз для проверки, если нужно подсказку. Далее. Если вы часто забываете пароли, рекомендуется здесь ввести подсказку. В следующий раз при входе вы видите ее и сможете вспомнить пароль. В итоге вы видите уведомление о том, что ваша учетная запись пользователя сброшена и вы сможете войти в систему с новым паролем. Для продолжения кликните по кнопке перезагрузить. После загрузки вы видите окно входа в систему, где сможете ввести новый пароль и попасть в систему. При этом все данные настройки системы будут сохранены. Если ранее вы настроили подсказку для пароля, вы можете попытаться восстановить пароль с помощью подсказки. Для этого на экране входа кликните по значку вопроса. В результате вы увидите, что можете сбросить его с помощью Apple ID и ниже будет отображаться подсказка, которая поможет напомнить забытый пароль. Если подсказка не помогла восстановить пароль и сбросить его с помощью Apple ID тоже не получилось или данная опция отключена в настройках учетной записи, попробуйте сделать это в режиме восстановления. Для начала нужно загрузить Mac в режиме восстановления. Для этого перезагрузите его и удерживайте клавиши Command Plus R, пока на экране не появится логотип Apple. После загрузки Recovery Mode перейдите в меню «Утилиты» — «Терминал». В окне терминала видите команду «Reset Password» и нажмите Enter. Если у вас несколько учетных записей, выберите здесь «Забыли все пароли». Если вам известен пароль ко второй учетной записи с правами администратора, можно сбросить пароль с его помощью. Это можно сделать с меню восстановления или через настройки системы. Как сбросить через настройки системы я покажу чуть позже. А сейчас, как и в предыдущем варианте, введите новый пароль, затем повторите ввод еще раз для проверки и ниже пишите подсказку «Далее». Итак, сброс пароля выполнен, учетная запись пользователя сброшена. Далее нажмите «Выйти в утилиты восстановления», после закройте окно терминала и перезагрузите систему. В результате вы сможете войти в систему с новым паролем. Данные настройки системы остались без изменений. Если на вашем Mac настроено несколько учетных записей администратора, сбросить забытый пароль можно с помощью второй учетной записи. При этом вы должны знать пароль к этой учетной записи, а она иметь права администратора, иначе сброс невозможен. Войдите в другую учетную запись администратора, откройте «Системные настройки», «Пользователи и группы». Здесь нажмите по кнопке с буквой «I» напротив пользователя пароль которого нужно сбросить и нажмите «Сбросить». Введите пароль администратора для разрешения действий, снять защиту. Далее введите новый пароль, подтверждение и подсказку. А затем сбросить пароль. ОК. После вы сможете войти в заблокированную учетную запись с новым паролем. Следующий способ разблокировать Mac с помощью FileVault. FileVault – это встроенная функция шифрования диска, которая защищает данные, шифруя весь диск. Если данная функция активна, и вы забыли пароль, сбросить его можно, используя ключ восстановления. Перед тем, как воспользоваться данным методом, убедитесь в наличии ключа восстановления. Это код, который был получен после активации FileVault. Загрузите Mac в режиме восстановления, сочетание клавиш Command плюс R при запуске до появления логотипа Apple. После загрузки Mac на экране вы увидите окно ассистента восстановления. Здесь нажмите «Забыли все пароли». Далее видите ключ восстановления для разблокировки диска и нажмите «Далее». Во всплывающем окне выберите «Сброс пароля». Выберите пользователя, для которого будет сброшен пароль. Далее. Введите новый пароль. Еще раз для проверки. А затем введите подсказку «Далее». После успешного сброса вы видите сообщение, что аутентификация прошла успешно. Выйдите в режим восстановления и призагрузите Mac. Теперь вы сможете войти в систему с новым паролем. Все файлы и настройки системы, как и прежде, остались без изменений. А если вам срочно нужно получить доступ к файлам на заблокированном Mac, сделать это можно при помощи режима «Целевого диска». Режим «Целевого диска» не поможет в восстановлении пароля, но при этом поможет передавать данные между двумя компьютерами Mac. Соедините оба компьютера Mac с помощью USB кабеля или Thunderbolt. Перезагрузите или включите заблокированный Mac, удерживая клавишу «T». В результате заблокированный Mac перейдет в режим «Целевого диска». На втором Mac вы найдете внешний диск с файлами, которые лежат на заблокированном компьютере. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Таким образом вы сможете перенести файлы на рабочий Mac, а позже изменить пароль на заблокированном компьютере. Важный момент. Таргет диск может не работать, если включена опция файловолк и пароль прошивки. Теперь вам известны несколько способов сброса пароля для входа в систему на Mac. Независимо от того, пароль был утерян или вы просто хотите его изменить для повышения безопасности, предоставленные методы помогут в решении данной проблемы. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok